Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем десятую главу первой Маковийской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Итак, в предыдущей девятой главе рассказывается о том, как пал Иуда Маковий, как его место правителя, вождя Израиля, занял его брат Иоаннатан, как последний раз сразился Иоаннатан с врагами и достиг такого неустойчивого положения мира и даже независимости. И вот что нам говорит десятая глава. В 160 году, имеется в виду особое летоисчисление, не то, которым мы пользуемся, по нашему летоисчислению, это 153 год до н.э., объявился Александр Эпифан, сын Антиоха, и занял Птолемаиду. Его признали, и он стал там царем. Услышав об этом, царь Диметрий собрал очень большие военные силы и выступил, чтобы встретиться с ним на поле боя. И речь идет о внутреннем противостоянии в Селивкидской империи. На тот момент престол занимает Диметрий, но вот выходит некий его противник, который имеет не меньшие права на престол и занимает некоторую местность, его там признают, и вот начинается такая уже внутренняя борьба, борьба за престол между Диметрием и этим новым претендентом на престол Александром Эпифаном. Чтобы возвысить Иоаннатана, Диметрий отправил ему письмо с мирными предложениями. В ситуации, когда Диметрий сам находится в таком вот сложном положении, ему надо бороться за престол, вот в этот момент тратить силы на борьбу с Израилем, на очередные походы на эту область, покорение так трудно дающихся под власть людей, может быть, лучше временно с ними мир заключить. И вот действительно Диметрий отправляет письмо с мирными предложениями. Вот что говорит он. «Давайте первыми заключим с ними мир, прежде чем он заключит его с Александром против нас. Уж тогда он припомнит все то зло, которое мы причинили ему, его братьям и этому народу. И он дал право ему набирать войско, вооружать его, быть царским союзником, а также велел передать Иоаннатану заложников, которые находились в крепости». Мы помним, что были захвачены дети правителей еврейских городов, содержались под арестом в качестве заложников именно вот в этой крепости, в Иерусалиме. И вот теперь этих заложников отпускают. Иоаннатан прибыл в Иерусалим, вслух прочитал это письмо перед всем народом и теми, кто был в крепости. Этих охватил сильный страх, когда они услышали, что царь дал Иоаннатану право набирать войско, и отдали те, кто был в крепости, заложников Иоаннатану. И он возвратил их родителям. И поселился Иоаннатан в Иерусалиме, начал отстраивать и обновлять город, и сказал работникам, чтобы и вокруг горы Сион они для прочности возвели стены из четырехугольных камней. Так они и сделали. Иерусалим отстраивается, Иоаннатан там находится, храм гора Сион, храм окружаются укреплениями, заложники отпущены. И на племеннике, находившиеся в простроенных Бакидом укреплениях, разбежались. Все побросали свои места и ушли в свою землю. Только в Бетсурах еще остались некоторые из тех, кто отвернулся от закона и заповедей, ведь это место служило им убежищем. Не так давно вся власть над Израилем была фактически в руках врагов, в руках этого Бакида, и вот уже никого нет. Построенные им укрепления опустошены, и все эти территории перешли под власть Иоаннатана. Царь Александр услышал о том, сколько обещаний дал Диметрий в послании к Иоаннатану. Рассказали ему и о сражениях, данных Иоаннатаном, и его братьями, и о совершенных им подвигах, и о перенесенных им тяготах. И сказал он, едва ли найдем мы еще одного такого человека, так сделаем же его теперь нашим другом и союзником. И он написал и отправил ему послание с такими словами. Тот самый царь Александр, который выступил против Диметрия, намереваясь занять его престол, он тоже обращается к Иоаннатану. Он хочет не врага, а друга, союзника, найти в лице Иоаннатана в своих сражениях против Диметрия. Понимает, что у Иоаннатана есть все основания ненавидеть Диметрия и всех его приближенных. Царь Александр, пишет он Иоаннатану, приветствует брата Иоаннатана. Услышали мы о тебе, что ты человек крепкой силой и достоин быть нашим другом. И ныне мы назначили тебя первосвященником твоего народа. Ты будешь также называться другом царя, заботиться о наших делах и храни дружбу с нами. Он послал ему порфиру и золотой венок. Мы видим, что Александр предлагает Иоаннатану не только светскую власть над Израилем, это тоже. Он предлагает ему военный титул «Друг царя». Ты будешь называться другом царя. Мы помним, что речь идет не о каких-то особых человеческих отношениях. Это именно такой титул полководца в империи селевкидов. Иоаннатан должен войти в эту категорию тех людей, которые называются друзья царя и владеют землями в пределах селевкидской империи. Но что гораздо важнее, он означает его первосвященником, показывая, что он, в отличие от других селевкидских правителей, никак не оспаривает право Иоаннатана совершать богослужения, руководить религиозной жизнью народа так, как Иоаннатан считает нужным. С точки зрения закона, тут есть свои сложности. Вот может ли один и тот же человек быть уже теперь можно даже сказать царем Израиля и первосвященником? Нет, вероятно, это разные функции. Но вот в лице Иоаннатана эти функции соединились. Он становится первосвященником, он руководит жизнью религиозной Израиля, и вместе с тем он и светский правитель. В знак такой вот светской власти Александр дает ему порфиру и золотой венок, то есть именно царское символы царского достоинства. Можно сказать, что вот этот момент, это тот момент, когда появляется, зарождается династия Хасманеев. Та династия, которая в течение достаточно длительного времени будет править Израилем. Так Иоаннатан облачился во священную одежду в седьмом месяце 160-го года в праздник Кущей. Он собрал войско и как следует вооружил его. Облачился в Иоаннафан прежде всего не в порфиру, не в золотой венок, который ему прислал царь Александр, а облачился в священную одежду. Гораздо важнее, что он становится первосвященником. Деметрий услышал об этом. Два царя у нас есть селевкицких. Деметрий и Александр. Они уже владеют разными территориями в рамках селевкицкой империи и являются такими конкурентами в борьбе за царский престол. Деметрий услышал об этом, огорчился и сказал, что же мы наделали? Как это Александр обошел нас, заручившись ради поддержки дружбы с аудеями? Напишу-ка и я им слова одобрения, пообещаю почести и даров, чтобы получить их в себе в помощники. И отправил им письмо с такими словами. Царь Деметрий приветствует народ аудеев. Мы были рады услышать о том, что вы соблюли наши договоры, сохранили дружбу с нами, не приметнулись к нашим врагам. Выдает царь Деметрий желаемое за действительное. Храните и дальше верность нам, и мы воздадим вам добро за то, что вы делаете для нас. Мы дадим вам много льгот и даров. Кто такие противники Деметрия, которым не переметнулся, по словам Деметрия и Анатан, это истерик, конечно, Александр и его соратники. Какие льготы и дары обещает в этой ситуации Деметрия и Анатану? Я снимаю с вас повинности, освобождая всех лодиев от налогов, от соляного и венечного сбора, а также от причитающейся мне третьей части зерна и половины плодов с деревьев. Неслабо оказывается до этого не десятину, не пятую часть, а треть всего урожая иудеи должны были отдавать в пользу селевкидов. А кроме того и другие, вот кроме третья зерна, половины плодов с деревьев, соляной сбор, соль в огромных количествах производилась на берегах Мертвого моря, где она естественным образом, там очень много соли, и вот были и другие сборы, и вот теперь Зиметрий освобождает от этих сборов Израиль. Отныне и впредь не будут взимать налоги земли иуды с трех присоединенных к ней номов, то есть областей, это вот такое административное сельвкидское отделение на номы. Самария из Галилеи сегодняшнего дня и на все времена. Иерусалим с его окрестностями пусть будет священным и свободным от десятин и налогов. Упраздняю также свою власть над Иерусалимской крепостью и даю первосвященнику право разместить в ней для ее охраны людей, которых он сам выберет. А всякого иудея, уведенного в плен из земли Иуда, куда бы то ни было в моем царстве, отпускаю на свободу даром. Пусть их всех освободят от налогов, как их самих, так и их скот. Практически все, что только можно пожелать, обещает Диметрий Ионатану освобождение от налогов, возможность спокойно, беспрепятственно совершать богослужение и даже отдает ту самую Иерусалимскую крепость, которую за все годы противостояния ни разу не удалось отбить от селевкидского владения. Все праздники, субботы, новомесячи, торжественные дни, а также три дня перед праздниками, три дня после праздника, все эти дни, пусть будут днями льгот и свободы для всех иудеев, находящихся в моем царстве. Никто не получит права взыскивать с них что-либо и докучать кому-либо из них, чем бы то ни было. Отпускает пленных и дает право совершать религиозные праздники так, как это хочется израильтянам. И пусть из числа иудеев набирают войска царя до 30 тысяч человек, им будет даваться жалование, полагающееся всем войскам царя. Одни из них будут назначаться в большие крепости царя, а другие из них будут назначаться на те должности в царстве, которые требуют особого доверия. Начальники пусть будут из их же чисел, пусть они поступают по своим законам, как и приказал царь для земли Иуды. Не просто так царь Деметрий обещает все эти блага. 30 тысяч человек должны встать под знамена Деметрия, войти в его войско, обещается им какое-то привилегированное особое положение, возможность исполнять заповеди, законы, так как они считают нужным. Вот этого хочет Деметрий. Три нома, присоединенные к Иудии от страны Самарии, пусть останутся присоединенными к Иудии, чтобы они считались единым целым, не подчинялись иной власти, кроме власти первосвященника. Александр назначил Иоаннатана первосвященником, как царь, но Деметрий как бы соглашается с этим назначением и вот именно этим титулом, титулом первосвященника называет Иоаннатаном. Пталомаиду с его владениями я отдал в дар святилищу в Иерусалиме на издержки необходимой святилищу. Кроме того, ежегодно я сам даю 15 тысяч сикили серебра и царских сборов с подвластных мне мест. И все излишки, которые управляющие казной не истратили, отныне, как и в прежние годы, будут идти на храмовое служение. Кроме того, упраздняются начеты на пять тысяч сикили серебра, которые брали управляющие казной святилищ из ежегодного сбора, поскольку это причитается служащим священникам. Храм даже вот в те моменты, когда он действовал, там совершались богослужения, но он также был обложен особым налогом и вынуждены были израильтяне платить этот налог. Теперь нет, теперь вот все излишки и все храмовые средства остаются там и наоборот царь поддерживает когда-то разграбляемый храм из своей казны. Вот что предлагает Дмитрий. Всякий, кто найдет убежище в Иерусалимском святилище, в любом его пределе, если числятся за ним недоимки царских налогов или любые другие долги, пусть в своем царстве будет от них свободен и сам он и все, что ему принадлежит. Это отдельное право, так называемое право убежища, когда вот в каком-то месте или языческом каком-то вот капище преступник, в том числе должник, вот прятался, то он там получал убежище, там не могли этого человека схватить, тем более казнить. И вот Иерусалимский храм получает такой же статус, статус убежища. Средства на отстройку и обновление святилища будут выдаваться за счет царя. Средства на постройку стен Иерусалима и их укрепления по всей окружности, равно как и на постройку стен в Иудее, также будут выдаваться за счет царя. Ну, что-то больно хорошо, очень соблазнительное предложение. Ионатан, и народ, выслушав эти слова, им не поверили и не приняли. Помня о тех великих злодеяний, которые Деметрий учинил в Израиле, и как жестоко он их угнетал. И предпочли они Александра, поскольку он первым обратился к ним с мирным предложением и всегда оставались ему союзниками. Деметрий столько раз страшными набегами, страшными разорениями угнетал Израиль. Столько раз он давал, его военачальники давали всевозможные мирные обещания, и как часто они отказывались от этого, Иуда пал от рук военачальника, подчиненного Деметрию. Невозможно принять от него все то, чем он пытался подкупить Израиль. Ионатан не верит ему и отказывается. И Израиль поддерживает, вот в борьбе между Александром и Деметрием поддерживает Александра, несмотря на такое сногсшибательное предложение со стороны Деметрия. «Тогда царь Александр собрал большое войско и выступил в поход против Деметрия. Два царя завязали битву, и войско Деметрия обратилось в бегство. Александр преследовал его и одолел их. Жестокий бой кипел до захода солнца, и в этот день Деметрий погиб». Вот этим оканчивается соперничество, вражда между Деметрием и Александром. Деметрий оказался пораженным в этом столкновении и погиб. Вероятно, не без участия воинов, отправленных Ионатаном. Александр одержал победу в этой войне. И отправил Александра послов к Птолемею, царю Египта, с такими словами. «Когда я вернулся в свое царство и в осену престол своих отцов, я взял власть, разбил Деметрия, владел нашей страной. Я сразился с ним, и он был нами сокрушен вместе с войском, а мы восселены престолового царства, и поэтому ныне заключим между собой союз. Ты отдай мне в жену свою дочь, а я породнюсь с тобой и преподнесу тебе и ей дары, достойные тебя». Александр, воцарившись на престоле селевкидов, сразу же заключает союз со самым сильным соседом. Царь Паталомей отвечает так. «В добрый час ты возвратился в землю своих отцов и воссел на престолах царств. Я исполню теперь для тебя то, о чем ты написал. Так что встречай меня в Талемаиде, чтобы мы увидели друг с другом, и мы породнимся, как ты сказал». Союз становится прочнее, если заключить династический брак. Если просто договорились два правителя о мире, то всегда остается возможность, что любой из них может передумать или не выполнить какие-то условия содержания, условия этого соглашения. Но если дочь правителя находится в дворце другого правителя, если там могут уже оказаться внуки, дети, племянники, то тогда гораздо меньше резонов разрушать это союзное соглашение. Так вот было и в те времена, и в Средневековье тоже так было, что вот династический брак это такой очень важный инструмент созидания межгосударственных отношений. И вот сам Птоломей с Клеопатрой, очень распространенное среди правителей Египта женское имя, известное имя. И вот Птоломей с Клеопатрой своей дочерью вышел из Египта, прибыл в Птоломаиду в 162 году. Царь Александр встретил Птоломея и тот выдал за него Клеопатру свою дочь и сыграл в Птоломаиде и ее свадьбу пышно, как подобает царям. Брак состоялся, союз состоялся, и тем самым только вот недавно обретенная власть у Александра становится очень такой серьезной и подкрепленной дружбой с соседними правителями. Затем царь Александр написал Ионату, имеется ввиду тот же самый Ионатан, чтобы тот прибыл для встречи с ним. Ионатан направился в Птоломаиду с пышной свитой, встретился с обоими царями, дал серебро, золото и множество даров им и друзьям их и снискал их благорасположение. Но ополчились против него выродки Израиля, отступники, чтобы возвести на него обвинения. Однако царь Невнявам до сих пор есть какие-то иллюзии, которые пытаются сделать то же самое, что они делали при Деметрии, при предыдущих правителях, сказать, что ты царь, вот нас выбери в правителя Израиля Ионатана, его союзников, которые всегда сопротивлялись селевкидским царям, не сгожи, он такой, сякой. Но в этот раз царь Александр не слушает этих людей. Повелел царь снять с Анатана его одежды и облачить его в порфиру. Так и сделали. Царь усадил его рядом с собой и сказал своим вельможам, выйдите вместе с ним к жителям города и объявите. Запрещается подавать на него какие бы то ни было жалобы и досаждать по каким бы то ни было поводам. У Александра есть все причины быть благодарным и Анатану. Видимо не без его помощи Александр одержал победу над Деметрием. И Анатан отказался принимать то предложение о союзничестве, которое действительно было чрезвычайно подкреплено разными обещаниями. Вот остался на стороне Александра и Александр поддерживает Анатана. Он как бы верен. Он подчеркивает его царское достоинство, облачает его в Порфиру и велит, чтобы во всем городе провозглашали, что нельзя жаловаться на Анатана. Вот эти отступники, выродки не имеют права приходить к царю и пытаться как-то сыграть таким образом, чтобы свергнуть Анатана. И вот Анатан вернулся в Иерусалим с миром и весельем. В 165 году Деметрий, сын Деметрия, прибыл с Крита в землю своих отцов. Еще один Деметрий. Деметрий отец свержен, умер в сражении, но есть его сын, который теперь уже снова претендует на селевкидский престол. Услышав об этом, царь Александр встревожился не на шутку и возвратился в Антиохию. Серьезная угроза. Вот новый претендент на царский престол, сын сверженного Деметрия. Деметрий назначил Аполлония правителя Келесирии. Тот собрал большое войско, расположился станом возле Иомни и послал гонцов к первосвященнику Ионатану, чтобы сказать ему, «Только один ты восстаешь на нас, а я из-за тебя слушаю брань и насмешки. Ну что же в горах-то кичишься перед нами своей властью? Раз ты уверен в своей ратной силе, и там потягаемся, ведь со мной войско из городов. Спроси и узнай, кто я таков, кто прочие наши соратники. Тебе скажут, что вам перед нами не устоять, ибо дважды на своей собственной земле твои отцы были обращены в бегство. Да и теперь ты не сможешь выстоять против конницы и такого войска на равнине, где нет ни камня, ни булыжника, чтобы защищаться, ни укрытия, чтобы бежать». Новый Деметрий уже не ищет в лице Ионатана союзника, поддержку, а он наоборот объявляет ему войну. Эти слова Аполония дошли до Ионатана, возмутили его. Отобрав десять тысяч человек, он выступил из Иерусалима, а его брат Симон вышел ему навстречу, чтобы быть ему в помощь. Ионатан расположился встаном возле Иопы, но жители не открыли ворот, потому что в Лопе стояла крепостная стража Аполония. Напали на город. Тогда перепуганные жители отпрыли ворота Ионатан и овладел Иопой. Услышав об этом, Аполоний построил три тысячи конниц и много пехоты и пошел к Азоту, как будто собираясь двигаться дальше. Но внезапно вышел на равнину, потому что у него было много конницы, и полагался он именно на нее. Ионатан преследовал его до самого Азота, и отряды их сошлись в битве. Между тем, Аполония оставила в засаде тысячи всадников в тылу у наших. Ионатан понял, что в тылу у него есть засада, потому что Ионатан и вражеские кони выбились из сил. Тогда Симон подтянул свое войско и ударил на неприятельскую фалангу, а конница вражеского стала, и враги были разбиты и обратились в бегство. Конница рассеялась по равнине, неприятель бежал в Азот и вошел в Бет-Дагон, свое капище ища спасения. Но Ионатан поджег Азот и окрестные города, взял в них добычу, капище Дагона с теми, кто сбежался туда, спалил огнем и был упавших от меча вместе с сожженными около восьми тысяч человек. Ионатан ушел оттуда и расположился станом возле Аскалона. Жители города вышли ему навстречу с великими почестями. И возвратился Ионатан в Иерусалим со своими. Все они с немалой добычей. И было так. Услышав об этих событиях, царь Александр еще больше почтил Анатана. Он послал ему золотую пряжку, которую по обычаю давали родичам царя и отдал ему о корон все его окрестности в наследственный дар. Можно подумать, что у Ионатана нету вот тех способностей великого военачальника, которые были у Иуды, что практически по такому везению досталась ему победа, царство израильское благодаря распре между двумя претендентами на престол. Но оказывается ничего подобного. Вот когда новый противник напал на Израиль, уверенный в своей силе, вот так вот горделиво, смело, то Анатан смог не хуже, чем Иуда, сопротивляться ему, разбил это вражеское войско и тем самым вот еще больше показал свою силу, свое достоинство и свое право быть царем и превосвященником. И это отметили и у селевкидов, где Александр, занимающий на то место престол, вот отметил как такого победителя и почтил его такими вот особыми дарами, золотой пряжкой, которую по обычаю давали родичам и отдал ему и вот новые земли, которыми он мог бы распоряжаться как царь и как превосвященник. Вот на описание этих событий заканчивается десятая глава первой маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской и Шмайной-Великановой для библейского портала Экзегет. Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею